Здравствуйте, дорогие зрители, с вами Рэндалл, и сегодня я хотел бы предоставить вашему вниманию небольшой проект под названием Ресивер. Игру, которую сложно перечислить к какому-либо жанру. Сам бы я назвал, наверное, это симулятор перезарядки пистолета или какой-нибудь Сержант-симулятор с пушками. Потому что, ну, сейчас я вам кое-что покажу. Видите, справа, это справка, да. Это всё относится к перезарядке грёбаного пистолета. И всё, как бы, в этом вся и суть, то что больше нам, по-моему, ничего в этой игре не важно, только перезарядки пистолета и всё. Я хочу показать вам, как в этой игре нужно перезаряжать пистолет, чтобы вы поняли, что к чему. Сначала нажимаем на Q, вот у нас он перед центром. Затем нажимаем Z, нет, не Z, нажимаем E, вот мы видим обойму. Затем, так как наш пистолет пустой, а обойма находится отдельно, нажимаем на тильду. Вот у нас осталась на экране только обойма. Затем мы нажимаем Z, мы пополняем боезапас. Затем мы выводим на экран, нажимая цифру 1 и 2, чтобы были вместе, пистолет и обойма. Мы нажимаем Z, обойма входит в пистолет, сам пистолет мы нажимаем на R, чтобы зарядить его. И, в принципе, вот он готов к эксплуатации, вот у нас вылетает гильза, которая... Нет, не гильза, а именно патрон, пуля, которую можно использовать. И всё, вот у нас готов он к пользованию. В чём заключается сложность? В том, что здесь действительно очень сложно перезаряжать пистолет. Очень всё непонятно, и вообще, что мы здесь делаем, да? Игра сама представляет самую демонстрацию этого игрового процесса, потому что весь сюжет и... Не знаю, как правильно назвать, бои, являются скорее демонстрацией, нежели чем-то большим. Потому что... Сюжет я вкратце... Нет, здесь нет сюжета, здесь нечего рассказывать. Что мы имеем? Какая наша задача? Мы должны собрать 10 записок, точнее, кассет. Вот, по-моему, я одну вижу. Блин, это нет. Да, мы должны собрать 10 кассет, и попутно нам будут мешать всякие неприятные роботы. Больше тут врагов нет, здесь два типа противника, в сервисе. И... Всё, всё в этом вся игра. Перезаряжаем пистолет, убиваем роботов, собираем... Кассеты, ну... Я не знаю. Кассеты никто не собирает, потому что битвы с роботами... Мы их ещё увидим. Это ужасно. Это... Они убивают с первого выстрела, с первого попадания. От них нельзя скрыться. Нет, можно скрыться. И они очень неприятные. Я не ставлю перед собой целью найти все кассеты, потому что... Это слишком сложно, муторно, и... Музыка усиливается. Значит, наверное, здесь где-то робот. К сожалению, не вижу вообще, что здесь происходит. Это вообще что-то такое. Блин, здесь даже можно проехать. Я в какой-то заднице. Нет, я не... Как мне отсюда выйти? Тут присутствуют три вида пистолета. Каждый со своим видом перезарядки. Здесь неплохая модель поведения пули. И вообще всё реалистично, потому что здесь есть рикошет. Я не буду тратить пули и показывать вам, потому что... Их здесь нельзя просто так взять и найти. Потому что здесь их очень мало. Практически вообще нет. Я не знаю. Когда я играл первые разы, это было ужасно, потому что... Я ничего не понимал, не мог перезарядить пистолет. Проще, наверное, было убить противника прикладом. Но только здесь нельзя убивать прикладом. Мы бродим уже некоторое количество времени. Я всё никак не могу найти... Какого-нибудь киборга. Чтобы... Робота, чтобы вам продемонстрировать. А! А! Вот-вот этот, гадина! Сдохни, сдохни! Нет-нет! Ещё два! Ну вот, собственно, что представляет из себя бой. Вы пытаетесь попасть. Вас убивают с первого удара. Какая-то летящая херня из какого-то Half-Life сбежавшая. И... Всё. Ещё есть турельки. Ну, турельки, кстати, проще убивать. Особенностью игры является, кстати, и то, что здесь постоянно генерируются новые уровни. Поэтому нельзя как-то начать игру и... На том же месте, или в той же зоне. Потому что... С тем же оборудованием. Потому что всё здесь... Турелька, турелька, турелька. Турелька плохо. Так, давайте попробуем. Так. Главное не попасться. По-моему, её убили. На самом деле, здесь очень интересная система повреждения противников. Поэтому некоторых можно... Ага. То есть, она даже не мертва. Дело в том, что тут можно не убить, а именно повредить. То есть, в данный момент я повредил, наверное, дуло или что-то вроде того. Потому что... Хоть и она и наводится, но... Средать она не может. Ну, короче, зря потратил патроны. Убивать противников здесь нет как такого смысла, если только выжить. Потому что за них ничего не дают. Это не смысл игры. Смысл игры... Достать записи. Видите, пушки не стреляют. И главное, постоянно нужно уметь считать за патронами, которые остаются. Иначе вы можете попасть в очень нехорошую ситуацию. Когда вас атакуют, а у вас нет патронов в магазине. И это печально. Было бы очень интересно, если бы добавили противников каких-нибудь типа слендеров или что-нибудь. Вроде того, было бы весьма забавно. Потому что в панике тратил бы все патроны. Оставался бы ни с чем. И тебя бы убивали за пару секунд. На джем можно поднять. У нас есть фонарик. Да, очень интересная тень, конечно. Почему-то от пушки ее нет, а от фонарика есть. Это странно. Я уже не говорю, что у нас нет как таковой модельки. Но это ничего. Можно разбивать лампочки. Не знаю, зачем, но это круто. О, турелька! Турелька это плохо. Напоминаю, что оно... Наспальше убивает с первого удара. Так, по-моему. И вот, видите, все, у нас кончились патроны. Нам нужно опять перезарядиться. Z. Нет, не Z. E. Переключаемся на тильду. Нажимаем Z. Закидываем патроны. И выводим пистолет. Патроник наш. Вот он. Z. И вот все у нас сыра. Нажимаем на R. Выпределит гильзы. Или нет. Так, по-моему, я ее повредил. Все, отлично. Генерация уровней здесь очень интересная, потому что иногда здесь какие-то появляются очень странные структуры, которые еще неправильно подзагружаются. Окей, я поднялся на самую высоту и... О, кстати, здесь есть дверь. А, и вот наш хрен, который я ненавижу. Нет, ты не... Жопа. Как я и говорил, здесь всего есть три разновидности. Пистолет. На, ну, его хера, я только начал поисставание. Как я и говорил, здесь присутся у три вида пистолета. Вот у нас есть револьер, который немного по-другому перезаряжается. И сначала нам нужно открыть барабан на E. Проверяем пули, вытаскиваем. Так, нет, на F нажимаем. Ничего не происходит. Вот, заряжаем. Нажимаем F, R, R, и вот все у нас заряжено. О, нет, нет, нет. Вот видите, там висит одна нехорошая штукинь, которая, надеюсь, нас еще не заметила. Так. Так, так, нет, нет, нет. Ну, как видите, это весьма весело. Вообще можно крутить барабан. Ви-и-и-и. Хотелось бы продемонстрировать вам перезарядку револьера, потому что она весьма веселая. Мы... Что делаем? Мы нажимаем E. Как видно, остается это... И на самом деле я расстрелял уже некоторую часть этих патронов, и большинство из них это просто гильзы. Мы вытаскиваем их Вытаскиваем Вот Иногда некоторые могут остаться на месте Но это ни в коем случае не патроны Конечно, это могут быть патроны Но не факт Мы можем делать так очень много раз Видите, это весьма забавно Подбираем патроны, которые были И перезаряжаем Перезаряжаем, я сказал Перезаряжаем на какую-то кнопку назад Отлично Как видите, это немного проще, чем на пистолете Который у меня был Турелька, который у меня был до этого Поэтому здесь не возникает таких сложностей Видите, как я и говорил Здесь можно ошибиться Я думал, что я его подстрелил, но нет Это ужасно Здесь, конечно, можно бегать Только нужно нажать на W два раза И тогда он ускорится Но это ненадолго будет Офигеть, ассасин Уи-и-и-и Неудачный ассасин Третьим пистолетом здесь является Глок Ну, вроде как это Глок Но, если что, подправьте меня в комментариях У которого тоже присутствует нормальная Ну как Стандартная обойма Или это она вот так И вмещает в себя Семнадцать патронов Перезаряжаем ее Так же, как и другой пистолет То есть берем, выбираем, вот она уже выбрана, нажимаем Z, у нас идут патроны Выводим пистолет, нажимаем Z, Z А, да, конечно, у меня до этого стоит в пистолете другая обойма, мы ее вытаскиваем Мы ее вытаскиваем, вот, у меня три обоймы сразу Нажимаем Z и все, вот поехали Здесь очень странные трубы, кстати, это похоже больше на какие-то тентакли На них, кстати, можно еще останавливать записки Еще можно вытаскивать пули за обоймы, это делается на другую кнопку, на R Поэтому мы можем опустошить все наши обоймы Так, у меня очень большие неприятности Да, сучка Вон там еще вторая летает Видите, их можно вырубать с одного меткого удара, это плюс Так, нет, 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 нет Да я просто мастер, трех подряд Мне нужен памятник Так Они подлетают в порой из самых внезапных мест, я ее даже не видел Что у нас здесь? Окей, пока-пока-пока-пока-пока Порой здесь попадается очень много турелек Окей, 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 мне до сих пор целится Хорош Так Нет Нет Я стрельб сбит Так Так, там что турелька Нет, это хуже турельки Хуже У меня не осталось патронов Ну вот о чем я говорю, нужно уметь считать патроны Что не говори, игра научит вас неожиданностям Так Так Мне повезло Мне повезло Можно Вырубил Я просто мастер по вислам Ээ, 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 я тебя вижу Я тут перезаряжаюсь, а ты тут Так, куда ты там прячешься? Сажда Я все вижу Иногда их убивать слишком просто А иногда просто нереально Как, горячо Че тыyon? Нет Так Если вы заметите, то тут есть рикошет Выглядит так клево все Мы можем прыгать с хвостик, здорово Окей Вы шутите? Я всего лишь прыгнул Окей, я умер от того, что прыгнул Подводя итоги, хотелось бы сказать, что в данный момент Игра представляет собой скорее демонстрацию Того, что сумели сделать разработчики системы вооружения Нежели полноценную игру Ну это понятно Но если они смогут это куда ни прикрутить И сделать какую-нибудь игру с людьми, монстрами Или что-нибудь в этом роде Не обязательно, конечно, в этом направлении То это выглядит очень годно и инновационно, на мой взгляд Так что если у вас есть желание поддержать разработчиков Или что-то вроде того То можете купить эту игру на момент 14 мая 2013 года Она стоит 100 рублей в стиме На этом все С вами был Рэндал Если вам понравилось это видео Можете поставить большой палец вверх Подписаться И на этом все Все хорошо Пока Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok